Всем доброго утречка, мои хорошие! Я сегодня проснулась пораньше, как обычно. Я люблю очень рано вставать. А вчера я себя устроила в выходной. Вчера была суббота. Я решила ничего не снимать, ничего не делать. Просто отдыхать. Потому что, честно говоря, устала немножечко от съемок, от этих монтажей, от беготней, от всего. Дочке говорю, слушай, в выходные хочу дома поваляться. Просто вообще ничего не делать. Просто привести себя в порядок. Именно мозги и физически, и все. Поэтому вчера я добросовестно ничего не делала. Отдыхала. Но, правда, отдохнула, девочки. Отдохнула. Единственное, что я, конечно, там сбегала, Фаберлик забрала. Кстати, покажу вам, что я там добрала еще в заказике. Кое-что хочу попробовать, продегустировать. Вот, а сейчас я проснулась пораньше. Там какие-то птички щебечут. На улице тихо. Погода хорошая. Так вот, мне жарко, прохладненько. Вчера дождя уже не было. Ну, вот, хорошо. Днем, может быть, будет жарко. Вот, сейчас сижу, пью кофе. Как обычно, по утрам. Сейчас время полшестого. Проснулась я полпятого. Уже вторую чашку кофе пью. В общем, отдыхаю. Сижу со своими думками. Думаю, что сегодня приготовить. В общем-то, девочки, у меня там уже кабачки. Очень давно меня ждут. Пока они там еще в нормальном состоянии. Я решила сегодня не заморачиваться сильно. В мультиварке приготовить с мясом кабачки. И добавить туда еще другие овощи, которые тоже просятся в кастрюльку. Поэтому покажу вам, что я там собираюсь сделать. Но, в общем, ничего такого особенного. Почитала ваши комментарии после последнего видео. Там, где я снимала Грандсток. Кстати говоря, вот эта вот желтая туничка. Кому-то не понравилась. Это не ваша, пишут. Но дело в том, что я сижу, это все читаю в этой желтой туничке. И это как раз-таки очень даже мое для дома. То, что нужно. Вот она, вы знаете, из всех вот одеваешь вещь. И вот как по ощущениям, да. По ощущениям в ней комфортно. И вот этот цвет желтый мне нравится. Вот я сейчас сижу и в этой желтой маечке снимаюсь. Но это, конечно, маечка не для... Ну, это туничка. Она это просто как майка, но она длинная. Конечно, я в ней никуда выходить из дома не собираюсь. Естественно, это для дома. Дома я одна. Я не знаю, в общем-то. Мне в ней комфортно, так что я в ней буду ходить. Кому не понравилось, муж извиняйте. Но кому-то понравилось. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Кстати, девочки, Грандсток я снимала на телефон. Я посмотрела уже видео. Там, где я сижу и показываю, вот съемочка хорошо идет. Все идет красиво. Мне нравятся яркие цвета. Вот прямо сейчас вижу на экране прям такой сочный желтый цвет. Яркие цвета, все хорошо. А вот там, где я уже демонстрирую, где я показываю, одеваю на себя, то ли из-за того, что я хожу туда-сюда, и электрическое вот это освещение сверху, оно гуляет. То есть какая-то гуляет краски. Вот я заметила, освещение гуляет. Но на улице, когда я снимаю, я этого не заметила. Вот Грандсток я снимала на телефон. А до этого Василек я снимала на камеру. Ну, на камеру, как привычно, как привыкли, так, в общем-то, уже и привыкли. Но на камеру как бы не гуляет, там бывает фокус. А вот свет не гуляет. Ну, вот видите, такая разница. В общем, там здесь какие-то минусы, тут есть какие-то минусы. Ну, не знаю, мне, в общем-то, на телефон как-то больше нравится снимать. Но вот сейчас, на данный момент, я снимаю на телефон. Мне нравятся краски, мне нравится всё, что я вижу. Вот. Так что, ну, посмотрим. Буду, может быть, то на то, то на то снимать. Когда как. В зависимости. Не знаю, от чего зависимости. Но я пока пробую то-всё. В общем, что мне больше понравится. Пока на телефон нравится снимать. А тем более на телефоне есть кнопочка. Раз, на паузу поставил. Что-то там подумала. Паузу отпустила. Снимаю дальше. А вот на камере нету паузы. Там приходится выключать. И каждый кадр потом складывать. Больше кадров получается. Ну, в общем, для удобства, конечно, на телефоне лучше. Вот. Так что, пока на телефончик поснимаю. Соскучилась по нашим болталкам утренним. Вы знаете, вот я люблю вот это вот утреннее время, когда сидишь, вокруг тишина, машины не ездят ещё, на улице тишина, вот кругом тишина. Можно посидеть, спокойно подумать вот в такие утренние часы. Что сегодня делать я собираюсь там, что снять, может быть, что ещё. Ну, какие-то вот какие-то свои думки. Вот не знаю. Вот это время я люблю. Ну, и попивать, естественно, кофеёчек. Кстати, наливайте кофе, кто утром сейчас смотрит это видео. Ну, вечером, конечно, нет. Кстати, девочки, для вечера я купила себе кофе без кофеина. Я вам хочу сказать, это здорово. Я утром пью кофе с кофеином, а уже когда во второй половине дня мне кофе захочется, я пью кофе без кофеина. И прекрасно засыпаю. В общем, я нашла замечательный выход из положения. Кофе пью якобы с Монарх сейчас. Ну, в принципе, с кофеином любой растворимый кофе пью. А вечером, ну, без кофеина якобы с Монарх у нас продают. Другого нету из растворимых. Вот так что вот такие дела. Девочки, хочу вам показать, что я заказала на этот раз. Ну, первое, что прям бросается в глаза, смотрите, вот такая вот большая упаковка. Это коктейль. И этот коктейль заменяет, ну, отдельное питание. И рекомендуется его, например, употреблять вместо ужина. Здесь 15 порций. Вот тут прощупывается мерная ложечка. Но это я буду сейчас дегустировать. Здесь огромное количество витамины, минералов. В общем, пищевая энергетическая ценность. В каждой порции оптимальное количество того, что нужно организму. Они бывают с разным вкусом. Я выбрала вкус клубники. Там бывает еще вкус шоколада, ванили, черная смородина, малина. По-моему, там еще что-то есть. В общем, хочу попробовать. Но женщина, которая мне выдавала заказ, она говорит, я давно уже этим питаюсь. Это пробует. Она уже это использует давно. Ей очень нравится. Вот. Ну, хочу и я попробовать. В общем, будем дегустировать сегодня. Дальше, девочки. Я взяла детский шампунь и детскую мочалку. Но такой шампунь я уже брала для внучки. И сейчас взяла для внука. Это шампунь и гель для душа. В общем, два в одном. Ну, вот для детей как раз 3+, с 3 лет. В общем, хорошо пахнет. Нормальное, нормальное. Пахнет чем-то вкусненьким таким. Для ребенка как раз то, что нужно. А вот такую мочалочку я давно уже хотела взять. Все на нее смотрела, смотрела. Думаю, надо уже брать и пробовать. Сейчас мы ее откроем. Это из бамбукового волокна. Мочалочка детская. Для детей 0+. Для новорожденных подходит. Она очень мягкая внутри. Вообще она вот сама по себе очень мягкая. И вот я взяла для внука. Я думаю, что как раз подойдет его купать. Потому что он очень пачкается. Он на коленках ползает. И коленки так просто вот не легко отмывать. А вот мочалочкой будет удобно. А может быть даже он сам попробует взять, ручку туда засунуть и сам себя потереть. Вот надеюсь, ему понравится. Будет сам купаться. В общем, мочалка 0+. Девочки. Варежка, мочалка. Это бамбуковое волокно 100%. То есть натуральное волокно. Девочки, взяла еще антиокне. Вот такое вот антиокне. Это активный крем-гель антиокне. Мне он подходит. Мне очень нравится. Я им пользуюсь. Я взяла вот это для дочки, чтобы у нее тоже было. Чтобы не таскать туда-сюда в сумке. Постоянно нужно. Вот если только прищечек где-то вот вы только чувствуете, начинает болеть. Он даже еще не вылез. Можно начинать мазать и он уже даже и не вылезет. Чем раньше начать мазать, тем лучше. Но и если он появился прищечек, быстро очень заживает. Это вот очень хорошее средство. Здесь есть растительный комплекс, который регулирует образование кожного жира. Сужает поры, предупреждает развитие воспалений, придает коже гладкость. И в составе есть оксицинка. Обладает антисептическим подсушивающим действием. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает воспаление и раздражение тканей. Образует защитный барьер. Никотинамид помогает восстановить липидный барьер. Глубоко увлажняет кожу. Убирает следы от постакне в сочетании с продуктами серии эксперт. Кислородный комплекс усиливает действие формулы, обеспечивая глубокое проникновение активных ингредиентов. Ну, в общем, это средство проверено мною лично. И хочу вам сказать, средство замечательное просто. Девочки, взяла вот такой ампульный концентрат. Я его увидела впервые для идеальной гладкости волос. Я вам уже говорила, я пользуюсь разными этими ампульными концентратами. Когда крашу волосы, добавляю в красочку. Ну, вот такой вот появился впервые. Или я его просто не видела раньше. Ну, вот я взяла его и буду пробовать теперь. Взяла вот средство, я люблю Сеул. Мне, кстати говоря, уже вот эта серия стала очень нравиться. Я уже использую скатку и крем увлажняющий вот этот вот после скатки вообще. Ну, и даже не со скаткой вообще очень хорошо. На лице, лицо прям влажненькое, мягкое, становится классное. Это я взяла уже повторно. Тот у меня еще не закончился. Я взяла дополнительно, чтобы положить его у дочки, там, где я часто бываю. И не таскать с собой туда-сюда баночку. Один здесь будет, другой там. Очень хороший крем. Отличный просто. Он такой вот розовенького цвета. В банке. Здесь он кажется белым. На самом деле он розовый. Ну, он такой прямо приятный. Приятная кожа становится отличная просто. А вот это вот я еще не брала. Это гидрофильное масло для очищения. Его просто можно нанести на сухую кожу и немножко помассировать и смыть водой. Оно очищает поры. И, в общем, тоже я, наверное, может быть, отнесу его туда. У меня скатка здесь есть, а это будет очищение там. Ну, тоже попробую вам скажу, каково это очищение вот этим вот средством. Корейская косметика. Она мне очень нравится. Гидрофильное масло. Вот. Оно, видите, как выглядит. Оно, вообще, вот эти средства, они хорошо смягчают кожу. Мне вообще вот эта вот корейская очень понравилась серия. Просто классная. Вот такая вот просто классная серия. Взяла гигиенические влажные салфетки для интимной гигиены с молочной кислотой. Такими я уже пользовалась. Они у меня закончились. И просто влажные гигиенические салфеточки очищения, защита, свежесть алои. Это просто кинуть в сумочку, чтобы они были. Или вот просто там руки вытереть или что-то. Вот. Еще, девочки, взяла вот впервые крем-скульптор. Антицеллюлитный. Для зон, ну, где вот зоны, те зоны, где нужно вот убрать лишние жиры, бедра, талии, живот. Вот, в общем, хочу попробовать. Если у меня с диетой как бы не очень складывается отношение, то я хочу помочь немножечко кремом, если удастся мне убрать лишние жиры. И еще, девочки, я взяла вот этот карандаш. Такой карандаш я уже брала. Ну, один у меня будет дома, а другой я брошу в сумочку и буду таскать там с собой, если у дочки. И вот еще взяла, девочки, пробник. Решила не брать губную помаду. У меня уже их достаточно. Иногда бывает на картинке, мы смотрим, там губная помада, кажется, что цвет подходит. А на самом деле возьмешь, а он может быть совсем, не совсем такой, каким ты его ожидаешь увидеть, этот цвет. И вот такие вот маленькие пробнички я вот решила взять один и попробовать. Смотрите, какой цвет. Вроде бы ничего тогда. Но посмотрим, как он будет на губах. Я сейчас его накрашу и мы посмотрим. Девочки, вот этот вот карандаш, это романтичный, натуральный. Карандаш для губ 43084, звездный автограф. Это вот романтичный, натуральный. Сейчас посмотрим, как он красится. Ну, он вот так вот вроде бы, как кажется ярким. На самом деле он немножечко приглушеннее. Вот в зеркале я смотрю приглушение, на экране я смотрю, он довольно-таки яркий. Но все равно его нужно закрывать помадой. А вот этот пробник для губной помады, это артикул 43043 для артикула 43032. То есть это вот пробник вот такой. Ну-ка посмотрим. Ну, в принципе, нормальный. Наверное, для меня он темноватый. Да, мне надо чуть-чуть побледнее. Но если его немножко промокнуть, то, в общем-то, будет нормальный. Ну, я, честно говоря, думала, он будет как-то вот посветлее. Мне так кажется, что он для меня темноватый. А вы что думаете по этому поводу? Напишите мне, как вы думаете, идет или не идет мне такой цвет. Не знаю. Так, ну что, пошли пробовать коктейль. Девочки, пахнет очень вкусно. Здесь вот такая мерная ложечка. В общем, нужно 250 миллилитров воды. И вот эту мерную ложечку высыпаем коктейльчика. Заливаем водой. Вообще, все это размешать в шейкере рекомендуется. Но я что-то сразу шейкер не заказала. И закажу его следующим заказом. Ну, сейчас пока попробую ложкой помешать. Если не размешается до конца, значит, тогда блендером попробую это взбить. Сейчас посмотрим, как оно ложкой размешивается. Густоватый такой становится, как кисель. Ну, в принципе, ложкой можно размешать. Ничего так размешался. Вот он, видите, такой чуть-чуть, как жидкий кисель получился. И там даже плавают, если вам видно, плавают кусочки. Кусочки клубнички, кусочки фруктов. Но мне женщина это и сказала, что она говорит, я черную смородину беру. И там даже кусочки фруктов плавают. Вот. Ну, так как это рекомендуется там вместо ужина, либо между завтраком и обедом, я решила это попробовать продегустировать прямо на завтрак. Посмотрим, насколько мне хватит. Отобьет аппетит. Надолго ли? Девочки, я губную чуть-чуть промокнула. И она сейчас вот более-менее натуральная стала. Ну, вообще, для меня этот темноватый цвет, мне кажется. Ну, может быть, кажется вам по-другому. Мне кажется, надо что-то посветлее, ближе такое к натуральному. Хорошо, что я взяла пробник. Вот, видите, можно брать пробнички и пробовать. Хоть кучу пробников возьмите. В общем, коктейль. Вот так вот он выглядит. Все там растворилось, ложкой прекрасно растворяется. И давайте теперь мы его попробуем. Там действительно попадаются кусочки клубники. Ну, на вкус, честно говоря, мне напоминает чем-то кисель. Похож на кисель. Можно его даже чуть-чуть еще, немножечко водички добавить. Жижи сделать, просто выпить его. Ну, я думаю, можно просто поглоточку пить. Это же пища, прием пищи заменяет, да? Ну, я думаю, что такой вот ужин мне понравится, честно говоря. Взял, выпил стаканчик, вот, вместо ужина и прекрасно. Может, глядишь, за ум возьмусь и похудею. Если не буду вечером бутерброды лопать. Вообще вкусненький. Особенно тем, кто любит кисель, понравится. Я особо не любитель киселя, но, в принципе, нормально. Можно вот такое вот вместо ужина выпить и все. Я давно уже думала, почему никто не придумает вот какую-нибудь таблетку, чтобы вот это не готовить, там, не есть, там, жирное, вредное что-то. Таблетку хлобысь выпил. И это вместо, там, ужина или обеда, или еще чего-то. Особенно вместо ужина. Если я утром могу обойтись просто овсянкой, как бы уже привыкла нормально овсянку, раз и все. То есть мне не надо заморачиваться насчет завтраков. Насчет обеда заморачиваюсь, да, чтобы приготовить, чтобы там поесть уже, как бы обед можно, там, сытно поесть все. А вот ужин вечно для меня проблема, потому что на ужин, как бы, ничего такого жирного нежелательно есть. На ночь тяжелую пищу нельзя есть. И, в общем, получается, что я, особенно, знаете, бывает поужинаю рано. А потом перед самым сном, а спать я ложусь в 11, в 12, а то и позже. Очень-очень хочется есть. И я начинаю что-нибудь там, бутербродики наворачивать. Вот и все. И вот это идет лишний вес. В общем, сейчас допью, девочки. И все. И завтрак у меня, можно сказать, уже обеспечен. Я думаю, что я такое еще возьму другого вкуса. Точно. Вот пока еще не сформировала следующий заказ, надо уже написать себе туда в список добавить. Шейкер. И еще один вкус возьму. Ну что, девочки. Я начинаю делать овощную рагу. Я нарезала мякоть свинины, лучок, растительное масло добавила. Поставила режим жарка в мультиварке на 10 минут. И сейчас я нарежу. У меня два кабачка есть. Немножко картошки, помидорчик, болгарский перец. В конце положу зелень, соль и перец. У меня тут уже все жарится. Надо помешивать, чтобы мясо закрылось. Я отключила чайник, чтобы вода закипела. Горячей водой заливаю. И начну резать сейчас овощи крупными кубиками. Потом поставлю все это на режим тушения на час. Чайник у меня уже закипел. Режим жарка закончился. Режим жарка на 10 минут мы ставим, как обычно. Вот кубиками такими же я еще порежу картошечку. И помидорчики, девочки. Я вообще люблю вот это блюдо, хочу вам сказать. Во-первых, оно вкусное. И оно очень легко готовится. Просто вот так вот крупненько порезала. Не надо тут замысловатые никакие делать кренделя. Все покидала, водичкой залила и все. Оно само по себе тушится. Вот эта доска, кстати, очень удобная. Раз, все скину и прекрасно. Все, осталось мне болгарский перчик еще нарезать. И все. Ну все, девочки, я все нарезала. Сейчас я заливаю это водичкой. Ну, водички я наливаю. Я не люблю, когда много ее слишком, поэтому, чтобы оно было как соус, не сильно жидкое. Ну вот, едва-едва она показалась и хватит. Все, включаю на режим тушения. И попозже я уже посолю, поперчу и кину зелень в конце, за 5 минут до конца. Девочки, прошло 20 минут. Я хочу открыть крышку, посмотреть, что у меня тут происходит. Нужно все это еще перемешать, но я заодно посолю. Солю я вкусной солью. Едированная вкусная соль. Вот такая вот с травами, со специями. И еще я хочу поперчить. Вот этот перец, это перечная смесь с паприкой. Ну, она мне очень нравится. И вообще, вот эта мельница, она очень мелко мелет. Я брала ее в фикс-прайсе. Все, и все это надо теперь перемешать. Сейчас заранее подготовлю зелень. И, в общем-то, минут за 5-7 до конца варки, уже до конца тушения, вернее, я уже туда закину зелень. И будет все готово. Вот такое овощное рагу, девочки, у меня получилось. Овощное рагу с мясом. Оговорочка. Пахнет вкусно. Буду сейчас кушать. Девочки, пока мою рагу остывает, я хочу вам сказать, вот этот коктейль, который я сегодня утром выпила, он действительно насыщает. И пропадает аппетит, но желание покушать пропадает где-то на 3-4 часа. Ну, по крайней мере, вот 3,5 часа, даже больше прошло. Вот от того момента, как я выпила коктейли, до того момента, как мне захотелось кушать. Потом уже я позавтракала. Я же рано выпила этот коктейль. Вот. Ну, а сейчас уже время обедать. Поэтому я буду сейчас кушать рагу. Оно еще горячее. Но я пробовать на камеру не буду, потому что это я уже готовила не раз. И я знаю, что там все вкусно получилось, пахнет вкусно, хорошо буду есть. А что еще касается продукции Фаберлик. Я вчера вечером попробовала вот этот бальзам для стоп, гладкие пяточки. Что-то мой телефон не хочет давать резкость. В общем, вот такой бальзам. Вблизи он резкость что-то не показывает. Называется бальзам для стоп, гладкие пяточки. Вот этот вот красный крестик. Действительно, этот бальзам смягчает вот шершавые пяточки. Если им пользоваться не один раз, а вот, допустим, несколько дней подряд, я думаю, эффект будет намного лучше. Ну, и даже вот один раз на ночь я попробовала, и пяточки у меня смягчились. Вот я вам советую, у кого есть такие проблемы. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу в описании. Заходите и смотрите, что вам понравится. Ну, а на этом я хочу свое коротенькое видео закончить. У меня сегодня второй день выходной. Я сегодня тоже собираюсь отдыхать и смотреть, лежать, смотреть сериалы. Сегодня воскресенье. Я утром поделала, что мне нужно было делать и сделать. И уже все, буду теперь отдыхать. Сняла такое небольшое видео для того, чтобы вы не успели сильно за мной соскучиться. Ну, а уже с понедельника начнется новая неделя, и опять куча новых дел будет у нас. Но об этом вы узнаете уже в следующем видео. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok